приветствую своих зрителей сегодня снимаю на другом столе в другой обстановке слегка по просьбам зрителей же снимай сверху решили что так будет лучше играет песня цоя легенда казалось бы прицелом причем 10 цой при том что по просьбам моих зрителей я решил сменить камеру на которой буду снимать свои обзоры свои распаковки свои видео из путешествий многим не понравилось качество видео и большинству не понравился звук пишу я чаще всего на смартфон и периодически попробую другие способы съемки то есть пытаюсь снимать на фотоаппарат снимал на экшн камеру но качество оставлял желать лучшего решил слегка расширить возможности свои в плане съемки и качество звука и приобрел камеру довольно известного китайского производителя cg cam и камера называется легенда legend поэтому и звучит песня виктора цоя 88 года легенда пусть он пока допоет песни хорошие я постараюсь его немножко переключать а вам показать то что приехала здесь пакете лежит комплект к этой камере то есть я покупал не голую камеру с расширенным комплектом с расширенным функционалом потом покажу что здесь есть это оставим на на сладкое сейчас рассмотрим камеру поставляется она вот такой упаковки все очень презентабельно видим камеру черного цвета и находится на бок в боксе видно что здесь дополнительный экранчик вот здесь это указано что их два то есть один сзади один спереди есть стабилизатор что она водостойка могут естественно в аквабоксе и поддерживает съемку 20 лет а 4 ки 24 кадра в секунду на это интерполяция вай файлится так то что и что внутри какой комплект имеется частично здесь все указано русский язык есть интересно что китайцы здесь google store и google pay по моему закрасили потому что странно камера этого действительно не поддерживает она же не на андроиде так здесь видимо ссылка дна до ссылка на фирменное программное обеспечение обеспечение с и джеком так защитная наклейка вот здесь не состелить там будет серийный номер который будет свидетельствовать о том что камера оригинальная так такая вот плотная коробка убираем так два ящичка один верхний так крепление с наклейками еще одно так очень важный аксессуар крышечка на объектив таскать в кармане камеру можно тогда без чехла какого-то без бокса но с крышечкой хотя бы довольно интересно используется кабель mini usb а не micro usb как у большинства но мне такой нравится больше он более прочный все виктор допел я выкручу спасибо за помощь там во втором отсеке дополнительные крепления различные рамка довольно хрупкой на мой взгляд конструкция у камеры сенсорный дисплей то есть можно управлять камерой нажатиями пальцев и вот крышка 2 для аквабокса который можно под водой пользоваться или в закрытом по крайней мере аквабоксе можно нажимать на экран ну до трех местами до трех метров уже будет водостойкой крепление на руль велосипеда инструкция пара наклеек с и джеком не знаю куда и лепить и тряпочка для протирки экранов так все это делаешь из обратно уберу пока ну и крышку пока так ли естественно в коробке это хранится не будет так и теперь самое интересное сама камера прикрыта просто пластиком китайцы когда прислали не суда право напихали обрезки какие-то довольно таки простенькое крепление не зря не только на позже этого параллона добавили потому что довольно опасно так и это ввести так довольно тяжеленькая такая камера интересно сколько она в боксе висит весы под рукой вместе с боксом и креплением она весит сто пятьдесят семь и два грамма сейчас еще раз 157 и два грамма такая ощущение качественные достаточно вещи там аккумулятор конечно попробуем теперь и добыть так аква бокс закрывается вот на такую защелку получается чтобы ее открыть надо отодвинуть волну плотно вставлена отпечатки китайских пальцев вижу на объективе пленка на экранчиках на всех есть пленках есть пленка здесь тоже есть пленка так что отпечатки пальцев только на получается на защитной пленке так сама выполнена и в пластике soft touch руке очень так это хорошо держит лежит у меня получается старая версия этой камеры есть разъем hdmi на более новых нет такого разъема и разъем mini usb карта памяти вставляется сюда же здесь динамик то есть можно будет послушать что записалось микрофон я вижу один здесь так дальше что очень неплохо есть стандартная резьба под штатив то есть не надо никаких переходников можно прямо сразу штатив прикручивать кнопки включения и так со светом со светодиодом индикации так тут меню настройки и кнопка съемки экранчик должен быть у лет то есть такой монохромный и еще ты целых три светодиода так объектив не выступает это вообще получается вровень с краем лучше по чуть-чуть было утоплено конечно очень хорошо крышка сделана как у нормальных фотоаппаратов у прошлой камеры на и большинстве простых камер крышечка просто вытаскивалась можно было ее потерять никакой защитной пленки нет на аккумуляторе он просто вставлен так здесь плюс-минус помечен и ставить наверно неправильно но только если перевернуть тогда загнешь контакт надо смотреть так насколько я знаю здесь вольтаж 38 2 нестандартный 1000 ампер час миллиампер час так аккуратно доставлять кратно закрывать так попробуем включить заряжена ли она да она заряжена включается очень быстро заряда мало кранчик хороший на говорят что он ты стоит и матрица то есть будет до инвертируется цвета получается на улице не очень хорошо будет видно ну зато будет видно вот этот экран на котором очень хорошо видно какое разрешение выставлено время емкость камеры но светодиодная индикация тоже я думаю никаких проблем разглядеть не будет так сама камера сколько весит сейчас посмотрим она разредилась кстати так сама камера 82 и 2 грамма весит остальное бокс получается но все равно такая тяжеленькая 82 и 1 так также покажу что наконец в этом пакете потому что заряжать камеру все равно нужно так я купил внешний микрофон такой с прищепкой можно на одежду цеплять но я вообще надеялся что его еще можно будет использовать в комнате при съемках моих обзоров чтобы было слышно меня лучше так насколько я знаю длина его полтора метра так распаковать сразу не получится или получится 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 он не закрыт металлическая прищепка микрофон закрытый паралоном и кабель у микрофона в тканевой оплетки что должно ему жить все таки продлить так отлично первый узел так нет не узел все равно перегибать не хотелось бы да длина полтора метра разъем такой же как у камеры то есть мини usb он здесь не стандартный естественно он под свои под свой разъем раз заточен то есть заряжать и передавать данные через разъем можно но еще можно использовать для подключения микрофона но не стандартный микрофон и насколько я знаю он не сюда не подходит еще один кабель еще один аккумулятор и зарядка на два аккумулятора вот эта вещь вообще отлично так точно такой же аккумулятор второй кабель это тоже очень долго это здорово полезно и зарядное устройство с индикацией сейчас как раз поставим оба аккумулятора заряжаться как раз она пришла разряженная не будем мучить потому что дальше будем уже тестировать более подробно нужны будут оба заряженные аккумуляторы так аккуратно все поставилось интересно что имеется два варианта подключение здесь как у меня или микро юсб мини и соответственно можно и микро юсб использовать то есть можем использовать заряд этот кабель сюда мини usb который от какого-нибудь телефона микро юсб который от какого-нибудь телефона у нас так самая подлянка у нас получается в чем здесь нет самого зарядного устройства то есть кабель юсб есть заряжать как бы и нечем поэтому будем брать отдельное зарядное устройство ну вот в цвет пусть будет самсунговской вставляем кабель вставляем кабель соответственно зарядное устройство и уже всю эту конструкцию подключаем к сети загорелись индикаторы красный надеюсь что они цвет меняют после зарядки так упаковка убираем и на сладкое вот такая вот штука это пульт управления камеры беспроводной как часы можно носить на руке можно здесь написать кнопку включения на самом деле это кнопка выключения то есть включать можно только аппаратными кнопками а выключать уже этими кнопками так кнопкой съемки съемки фото пульт имеет подсветку здесь можно серийные фотку то есть там три штуки например будет делать включать выключать вай-фай и снимать видео надевая на руки мы получаем полный функционал управление камерой так насколько я знаю вынимается из этого из вложи так как бы туда достать так достать ты его целая проблема придется помочь уже раз лежит свитерский нож он должен выстрелить насмерть держится хотелось бы посмотреть просто этот пульт имеет две версии есть те которые водостойки у них там винты винты закрыты крышечками и есть не водостойки но я потом попробую все-таки аккуратно достать не хотел перед камерой что-то там испортить и вообще не хотелось бы что-либо испортить но я насколько я знаю у большинства пультов то есть только первой версии были не водостойки здесь водостойкая версия должна быть но это я сомневаюсь что с ним стоит нырять тем более как-то странно что беспроводной я не думаю что он работает под водой тут больше скале от влаги которая под рукой то есть от запястья были здесь скапливаться думаю что все все предусмотрено то есть закрыты батарейку надо будет менять в нем когда-нибудь так что это все съемные надо просто посмотреть как это дело аккуратно вынуть не ломая саму конструкцию и все равно это когда не придется сделать запас такой по руке есть с часами конечно это спутать сложно могли бы кстати с экранчиком сделать в виде часов был вообще обалденно это кабели это смысле просто пульт и все не очень интересно я ношу камеры эти часы если нашу только на правой руке тут не знаю на какой мне будет удобнее на и на левой потому что нажимать мне все равно правой то есть примерно так это все дело выглядит сейчас я рукав закатаю не нажимаем что левые она вправо мне камера интересно то есть если вы на сэлфи палки получается только если к сэлфи палки я видел у них есть прибуду специально которая такое же крепление имеет но зажимом на сэлфи палку посмотреть можно из чего-нибудь такой себе сваргане чтобы не покупать или все-таки купить фирменную такой как дешевенькие часы примерно резиноподобный материал но это не дешевенькие часы вы то есть путь довольно дорогой то есть вот такой комплект у меня получился то есть два аккумулятора сама камера в аквабоксе со всякими шлагушками пульт управления и внешний микрофон так еще хотел посмотреть заднюю крышку которая работает стать стать здесь пленкой пленка стоит просто такая толстая поэтому он всего-то 3 метров водостойкость имеет здесь идет целиковая крышка из рук стекла говорят что из с этой крышкой звук слышно неплохо относительно с этой практически не слышно та камера которым не было даже в боксе очень хорошо писала звук поэтому не знаю надо посмотреть как она будет работать будет слышно подводной звук или не будет вообще довольно сильно удивился когда первый раз с камеры полез и звук оказывается что записывается давай говорить под водой конечно за довольно странно что-то там про просипеть в трубку можно попробовать так но я стал взглянуть вот эту штучку довольно простенькое совершенно крепление ненадежные на мой взгляд то которая была рамка с той камеры предыдущей моей гораздо более такая хорошая вещь здесь вообще камера не ни во что не упирается есть небольшие совсем ребрышки такие по и в одну сторону они направлены по полмиллиметра где-то так сейчас попробуем и вставить туда посмотреть как это все дело выглядит так еще не сломать сразу принципе да держаться будет разъем и динамик все под рукой штатив подкрутить можно кнопка нажимается индикаторы видны ладно использовать можно я надеюсь что она не сломается при первом использовании придется еще наверно на запас купить одну чтобы крышечку на объектив да такая силиконовая с логотипом фирмы жалко не в цвет но я заказал комплект крышек крышку на аквабокс и там еще идет ультрафиолетовый фильтр такая же крышечка только с выпуклым стеклом говорят что это больше все таки крышка чем фильтр но можно попробовать поснимать и с ним так что вот такое мое приобретение новое буду постепенно осваивать в отпуск поеду уже с этой камерой хотелось посмотреть что она себя представляет и лучше ли она той камеры которая была у меня то есть мне в той камере не хватало экрана спереди не хватало сенсорного экрана и пульта в основном про звук дополнительно я даже не задумывался теперь у меня есть такая возможность но вот пульт сенсорный экран и гнездо под штатив это вещи очень нужны и полезны внешний микрофон не каждая камера это поддерживает это поддерживает так всем спасибо кто смотрел сегодняшний обзор он будет лежать в папке всякая всячина и камеры буду постепенно учиться пользоваться и снимать обзоры уже на нее всем спасибо до свидания